Руки поднимаем, согнутые в локтях, приподнимаем голову, прогибаемся в пояснице. В таком положении мы летаем. Чтобы поднять человека в воздух, ветер должен дуть со скоростью не меньше 130 км в час. Воздушный поток для тренировки парашютистов может достигать почти 300 км в час. Ураган Катрина, самый разрушительный за всю историю Америки, двигался с меньшей скоростью. С сильным ветром связаны самые опасные метеорологические явления на земном шаре. Здесь, в аэродинамической трубе, человек способен управлять силой ветра. Но можно ли приручить ветер природный? Откуда он берется и куда исчезает? Способен ли человек контролировать ветер или может только защищаться от него? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы каждый день ощущаем на себе его силу. Нам важно, северный он или южный, теплый или холодный. Однако сложно представить, откуда он берется. Ветер. Его природа до конца не исследована. При этом влияние на нашу жизнь очень велико. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому надо знать, когда какие ветры бывают, какие с ними сопряжены риски, как часто бывают сильные ветры, как часто слабые. Метеорологическая обсерватория МГУ. Здесь всегда знают, откуда и куда дует ветер. Измерения проводятся каждые три часа. Главные показатели для специалистов по ветру – скорость и направление. Они довольно изменчивы, поэтому наблюдения ведутся круглосуточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По международным требованиям, каждые 8 сроков наблюдения в сутки, через каждые 3 часа. И если мы в срок, скажем, 9 часов сняли наблюдение, мы сбрасываем эти показания, и через следующие 3 часа мы фиксируем следующие пары ветра. Для измерения значений ветра в обсерватории установлен целый комплекс приборов. Они закреплены на специальной вышке. Самые простые из них – флюгеры Вильда. Они показывают и направление, и скорость ветра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простой механический принцип. Отвесная доска в отвесном положении. Если ветра нет, ее положение вертикально. Если ветер есть, то чем сильнее скорость ветра, тем больше доска отклоняется от вертикального положения. Скорость ветра в цифрах можно определить по засечкам, которые есть на самом приборе. Направление потока указывает флюгарка – шарик с металлическими пластинками в виде хвоста. А для оценки силы ветра на флюгере Вильда закреплена ветромерная доска. Такими устройствами метеорологи пользуются уже больше 100 лет. Чем проще, тем меньше ошибок. Ведь скорость ветра все время меняется. Такое непостоянство отчасти объясняется природой происхождения ветров. Наша Земля круглая, сферическая. И поэтому солнечные лучи на нее попадают неравномерно. Ну и вот неравномерность разогрева приводит к неравномерности давления. Разности давления в разных местах рождает силу, действующую на воздух, и воздух начинает двигаться. Вот это и есть ветер. Над каждым квадратным километром Земли около 20 миллионов тонн воздуха. Эта невероятная масса распределена неравномерно. Почему? Во всем виновата гравитация. Чем выше от Земли, тем меньше действует сила тяжести. Воздух становится более разреженным, а атмосферное давление ниже. Ветер появляется на границе между зонами высокого и низкого давления. И вот что там происходит. Давление внутри шарика выше, чем давление окружающего воздуха. Если выпустить из шара воздух, он будет активно стремиться из зоны высокого давления в зону низкого, создавая сильный поток. Так в природе и возникает ветер. Воздух стремится двигаться от большого давления к меньшему, чтобы как бы выравнивать давление. Это постоянное стремление воздуха заполнить пустоты давления можно легко зафиксировать. Для этого метеорологи используют приборы для измерения значений ветра. Анимо-ромбометры. Они пришли на смену флюгерам. Вот такой анимометр предполагает регистрацию скорости вращения крыльчатки, мельнички, полушарий, чего угодно, вокруг своей оси. Скорость вращения связывается со скоростью ветра. Данные с анимо-ромбометра по сети передаются на приемный пульт. Здесь наблюдатель может отслеживать направление и скорость ветра, не выходя из здания обсерватории. Показания фиксируются каждые 10 минут. Мы узнаем максимальную. Вот сейчас совсем тихий ветерочек. 2 метра – это максимальный порыв. Но если учесть, что его снимали совсем недавно, недавно он был 9 метров в секунду. До предыдущие 3 часа. Сейчас пока только 2. Затишье. Чем выше от Земли, тем с большей скоростью перемещается воздух. Всего в 50 километрах от поверхности планеты бушуют мощные ураганы, скорость которых достигает 400 километров в час. Но метеорологи редко заглядывают так далеко. В этой обсерватории скорость ветра ловит на высоте 15 метров. Здесь его движению не мешают ни постройки, ни деревья. Но чем ближе к поверхности Земли, тем больше влияние на ветер оказывает человек и его изобретение. Это Сапсан. Один из самых быстрых и легких электропоездов в России. Локомотив с 10 вагонами весит 651 тонну. Он способен двигаться со скоростью 250 километров в час и создавать ветер такой силы, который легко собьет с ног даже тяжеловеса. Уважаемые пассажиры, просим вас приготовить для проверки билета и прослушать необходимую информацию. Но если ветер природный появляется благодаря встрече высокого и низкого атмосферного давления, то откуда появляется ветер, вызванный поездом? Ответ не так прост, как может показаться. При повышении скорости электропоезда, соответственно, впереди перед поездом, он, идя с большой скоростью, вытесняет перед собой воздушную среду. И чем больше скорость, тем сильнее он его вытесняет, и тем сильнее уплотняется и воздушная среда. Чем выше скорость многотонного состава, тем больше сжимается соприкасающийся с ним воздух. И тем выше становится давление на пограничном слое между поездом и воздушной средой. Так что с точки зрения физики, ветер, вызванный поездом, появляется по тем же причинам, что и природный. От разницы давлений. Создается избыточное давление. Оно образуется где-то на расстоянии 15-20 метров от головной части электропоезда. Достигает максимального значения сечения лобовой части поезда. И далее резко, буквально за долю секунды, сменяется на разрежение. Современные локомотивы и вагоны проектируются с поправкой на ветер, как самолеты. Обтекаемая форма и минимум углов – важные условия не только для высокой скорости состава. Они позволяют уменьшить толщину пограничного слоя между областями высокого и низкого давления. Благодаря этому уменьшается и давление воздушной волны, вызванной поездом. Если бы форма Сапсана была другой, идущий от него ветер легко сбрасывал бы с рельс встречные электрички. Поскольку у простых электричек, конечно, не такие плавные линии у них, то они создают большее давление, соответственно. Аэродинамические формы помогают локомотиву справляться и с ветром природным, который может опрокинуть состав. Хотя лучшая погода для любого поезда – это отсутствие ветра. А вот для тех, кто привык передвигаться по воде, полный штиль – серьезная проблема. Небольшая яхта легко разгоняется до 14 узлов, то есть 25 километров в час. Такую возможность ей дает ветер. Для спортсменов самое важное – научиться грамотно управлять потоками воздуха, вернее парусом – простейшим инструментом для ловли ветра. У нее вот этот парус – это крыло. И если крыло самолета поставить очень под острым углом к набегающему потоку, то он его не будет поддерживать. И у нас точно так же. Только единственное, что самолет при этом начинает падать, а мы при этом просто начинаем вот паруса трепахаться, а яхта дрейфовать задним ходом. Парус у яхты неровный, он слегка изогнут. Это необходимые условия для движения. При изогнутом парусе воздух с его наружной стороны движется быстрее, чем с внутренней, что и толкает яхту вперед. Частички воздуха, как рота солдат, которые нужно повернуть за угол здания. Передний фланг, ближайший к повороту, почти не движется, а солдаты в самом дальнем ряду вынуждены ускориться, чтобы сохранить строй. При попутных курсах у нас есть специальные паруса, которые такие пузатые. Они как сачки для ловли ветра. Вот сейчас, например, мы идем таким курсом, когда нас ветер тянет. Да, а попутный ветер, он нас толкает. Поэтому парус гораздо больше площади и другой формы. Направление ветра в парусном спорте определяющий фактор. Навстречу воздушному потоку яхта двигаться не может. При этом идти в одном направлении с ветром спортсменам тоже невыгодно. С одной стороны ветер будет подгонять судно, а с другой встречный поток воздуха начнет его тормозить. Бывает одновременно и истинный ветер, это тот ветер, который внешний, воздействующий на яхту, который от нее не зависит, который приходит за счет движения воздуха. И бывает вымпельный ветер, который возникает из-за того, что яхта движется, и у нее появляется набегающий поток с носа за счет ее движения. Спортсмены стараются выставлять парус так, чтобы ветер был боковым. Это самый оптимальный вариант. Менять положение паруса приходится довольно часто. Причиной тому неустойчивость ветра. Его направление может изменяться несколько раз в день. Движение, оно неустойчивое. Там, в силу ряда причин, оно это оказывает не только распределение давления, но и вращение земли. Изменения ветра спортсмены могут отслеживать в режиме реального времени. Для этого на судне используется анимометр. Вот там, вот наверху, на масте, стоит вертушечка такая, которая выполняет две функции. С одной стороны, она как флюгер поворачивается по отношению к ветру и показывает, каким углом относительно направления ветра идет яхта. Второе значение, на ней стоит именно вертушка, которая по количеству оборотов показывает, с какой скоростью набегающий ветер на нее воздействует. Скорость ветра на воде может быть до четырех раз выше, чем на суше. Это доказывает исследования российских ученых. Сотрудники Института прикладной физики РАН измерений ветра проводят на Горьковском водохранилище. И прежде чем начать исследование, нужно собрать оборудование. Хорошо. Так. Все, соединяем. Подносись сюда. Исследователи собирают пятиметровую мачту, на которой затем будут закреплены все необходимые датчики. Это занимает чуть меньше получаса. Теперь пора отдать швартовы, и катер начинает свой путь в акваторию. Здесь, в нескольких сотнях метров от берега, ученые закончат подготовку к исследованию. Это измеритель скорости ветра, двухкомпонентный, акустический. У него чувствительность высокая, он всепогодный, не боится ни дождя, и нулевая скорость у него, то есть скорость, которую он может измерить минимальная, на одна десятая метра, по-моему. На мачту крепится сразу пять датчиков для измерения ветра. С помощью звуковых импульсов они позволяют измерять профиль воздушных потоков на разных высотах. Принцип действия датчиков такой же, как и акустического локатора. Скорость на конкретной высоте, она не очень много смысла несет в себе. То есть нас интересует именно профиль скорости, то есть зависимость скорости ветра от высоты, по которому мы как раз уже потом вообще высчитываем коэффициент обмена энергии с волнами и прочие параметры. Тем временем спущенный на воду прибор держится как поплавок. Информация с него поступает на компьютер и сразу обрабатывается специальной программой. Так что на мониторе можно наглядно увидеть график профиля ветра. Здесь у нас, например, данные по ветру. На каждом графизонте, то есть с каждого датчика скорости, вот они отображаются данные, видно, что скорость с ростом высоты растет. Вот он каждую секунду замягчает, каждую секунду отрисовывает новый профиль. Все эти замеры необходимы ученым, чтобы разгадать загадку рождения ураганных ветров. А для этого нужно раскрыть принцип взаимодействия ветра и волн. Свои измерения исследователи проводят уже третий год. Нужная статистика набрана, и она соответствует данным, которые ученые получают в лаборатории. Ветроканал – уникальная разработка нижегородских ученых. Эта установка позволяет в стенах лаборатории разгонять ветер до ураганных масштабов. Изучать ураганы принципиально важно для прогнозирования их катастрофических последствий, для минимизации этих последствий. А делать это в натурных условиях, в условиях открытого океана, моря, это очень сложно, опасно. Ураганы зарождаются в тропиках, где для этого есть два главных условия. Это большое количество воды и палящее солнце, способное прогреть ее на глубину до 50 метров. От высокой температуры вода с морской поверхности испаряется. Теплый влажный воздух поднимается вверх и быстро охлаждается, поскольку температура в верхних слоях атмосферы заметно ниже. Так появляются облака и ветер. Из-за разницы давления теплой и холодной зон воздуха. Если порывы ветра достаточно сильные, они могут превратиться в гигантскую ветряную воронку, всего лишь под действием сил вращения Земли. Те, кто смотрят балеты, для того, чтобы балерина поддерживала свое вращение, она сначала нагоняет так, а потом, значит, поджимается. Так что она, как бы, тем самым свой вращательный момент концентрирует ближе к оси. Усиление ветра приводит к зарождению волн. При этом само волнение тоже оказывает влияние на силу воздушного потока. И вот здесь для ученых много загадок. Интересен процесс, вот этот процесс генерации волн ураганным ветром. Из этих волн потом родятся волны Зыби, которые будут, так сказать, гулять по всем океанам и определять в значительной мере волновой климат океанов. Для своих исследований ученым пришлось построить 10-метровый бассейн с ветроканалом. Скорость воздушного потока в нём может достигать 25 метров в секунду. В канале создается скорость до 25 метров в секунду на оси, что при пересчёте на 10 метров эквивалентной высоты для морских условий соответствует 40 метрам в секунду. То есть условием достаточно сильного шторма урагана. Ветер считается ураганным, если его скорость превышает 33 метра в секунду или почти 120 километров в час. Придать воздуху такую мощь позволяет обычный промышленный вентилятор. Забирая воздух из окружающей среды, он разгоняет его и по проводящим трубам передаёт в канал. Собственно говоря, мы включаем пульт управления. Происходит загрузка. Нажимаю кнопочку включения. Двигатель начал своего вращения. Постепенно наращивая скорость вращения, я добиваюсь необходимой скорости ветра на входе в канал. Задача учёных выяснить, как изменяется водная поверхность в связи с усилением ветра и что происходит с воздушными потоками, которые проходят над водой. Мы увеличим скорость вращения ветрогенератора и можем видеть, что скорость ветра в канале на удалении 7 метров от начала канала растёт. Вот вы видите на этом графике, как она увеличивается. Вместе с ней увеличивается амплитуда волнения. Вот это видно по датчикам положения поверхности. Волны — это медленно развивающийся процесс. Они формируются с опозданием по отношению к ветру. Резкий ветер генерирует волну, потом стихает, а она по инерции идёт дальше, порождая целый каскад волн. С одной стороны ветер генерирует волны, но с другой стороны волны воздействуют на ветер. И они воздействуют на ветер совершенно определённым образом, создавая помеху ему, создавая препятствия. То есть они представляют собой естественную шероховатость морской поверхности. Мы привыкли думать, что чем сильнее ветер, тем больше и волны он создаёт. Но оказывается, это совсем не так. При ветрах ураганной силы происходит ровно наоборот. Видно, что действительно ветер как бы сдувает верхушки особенно крутых волны, и форма их примерно сохраняется. А раз примерно сохраняется форма волны, это и означает, что как бы насыщается аэродинамическое сопротивление, что и наблюдается экспериментально. Ураганный ветер механически выглаживает поверхность воды. Чтобы раскрыть эту закономерность, учёным понадобилась высокоскоростная съёмка. Она необходима, поскольку процессы чрезвычайно быстрые. Опыты показывают, чтобы поймать момент отрыва гребня волны, нужна съёмка со скоростью не менее 4,5 тысяч кадров в секунду. Вот это взаимодействие в этом тонком слое, где происходит сильное перемешивание, где образуются брызги, где за счёт обрушения воздух проникает вместе с газами атмосферными вот в этот приповерхностный слой, это фактически и есть важнейшая кухня погоды в общемировой. Благодаря таким необычным исследованиям российские учёные вскоре смогут разгадать одну из главных загадок ветра. Как потоком воздуха удаётся достигать таких высоких скоростей? Ветер не всегда опасен для человека. Достижения современной науки позволяют использовать его с выгодой. Пример этому — альтернативная энергетика. человек получает электрическую энергию буквально из воздуха. В общем, уже довольно давно человек использует энергию ветра. Ну, ветряные мельницы, да, всем известные. Сейчас есть ветрогенераторы, используемые для производства электроэнергии. Это небольшая ветроэлектростанция в Подмосковье. Здесь круглый год, семь дней в неделю, работают несколько ветрогенераторов. Выключить или включить их в один момент невозможно, поскольку в движении их приводит воздушный поток. Потенциальная энергия потока, которая попадает на ветроколесо, на лопатки нашей турбины, они вращают его и передают этот момент непосредственно генератору, который находится за ветроколесом. И генератор вырабатывает электроэнергию. У каждого ветрогенератора своя мощность. Она зависит от размера ветроколеса, то есть от длины лопастей. Чем они больше, тем больший поток может захватить ветроколесо из набежавшего ветра. Чтобы лопасти вращались, они должны смотреть всегда против ветра. Для этого ветрогенератор снабжен хвостовой лопаткой, которая, как флюгер, все время разворачивает его в нужном направлении. Они все-таки имеют тот недостаток, что они действуют непостоянно, когда ветер слабый, они не вырабатывают электроэнергию. Снижение скорости ветра сокращает и выработку электроэнергии. Причем, если сила потока становится меньше в два раза, вместо 10 метров в секунду – пять, то производительность ветряка падает почти в восемь раз, поскольку при максимальной скорости ветра лопасти делают около 300 оборотов в минуту, а при минимальной обороты сокращаются до единиц. Чтобы поддерживать постоянное напряжение тока, энергия ветрогенераторов проходит через аккумуляторную станцию. Аккумуляторная станция набирается для хранения энергии, которую производит ветрогенератор, потому что ветрогенератор в зависимости от скорости ветра производит то много, то мало. И нам нужен необходим буфер. Эта энергия скапливается в аккумуляторах. Аккумуляторная станция – это своего рода склад энергии, поступающий от ветряков. В этом помещении больше двухсот аккумуляторов. При усилении ветра они способны собрать до 500 киловатт-часов энергии. Если учитывать, что на одновременную работу повседневных бытовых приборов нужно пять киловатт в час, то такого количества электроэнергии может хватить на четверо суток. Мы поняли, что такое ветер. Научились следить за ним и понимать его повадки, использовать его энергию. Но не всегда знаем, чего от него ждать и порой совсем не готовы к встрече с ним. И все же не оставляем надежды когда-нибудь приручить ветер. Субтитры создавал DimaTorzok